Привет, друзья! С вами Владимир Шемет и тема этого видео ПЦР-тесты для того, чтобы украинские туристы могли посетить Египет. Друзья, вы задаете очень много вопросов в комментариях под моими видео по этой теме, поэтому решил для вас записать уже подробные видео по этой теме. Тем более, что на днях 16 и 17 декабря в Шарм-эль-Шейхе произошло несколько ситуаций, когда туристов, которые сдали тесты в Украине, заставили повторно проходить еще раз эти тесты в Шарм-эль-Шейхе. Друзья, в этом видео я расскажу вам подробную и важную информацию, если вы собираетесь лететь на отдых в Шарм-эль-Шейх. Поэтому обязательно посмотрите это видео полностью и до конца. Я обязательно вам расскажу самые важные моменты, на которые вам нужно обращать внимание. Очень ценную информацию, кто-то ее может быть и знает, но многие об этом не понимают. Если вы упустите какой-то участок видео, естественно, вы будете неподготовлены и может произойти какая-то ситуация, непредвиденная для вас. Поэтому обязательно посмотрите полностью. В общем, подписывайтесь на канал и погнали! Итак, во-первых, давайте разберемся по ПЦР-тестам. Значит, есть несколько вариантов для того, чтобы сделать этот ПЦР-тест, который, условно говоря, подойдет для того, чтобы туриста пустили в Шарм-эль-Шейхе. Первый – это сделать тест в Украине не больше, чем за 72 часа до времени прохождения паспортного контроля в аэропорту Шарм-эль-Шейхе либо Кургады. Обязательно этот тест должен быть на английском языке. Ну и соответствовать требованиям Египта к этим справкам. Второй вариант – это сделать тест по прилету в аэропорту Шарм-эль-Шейхе либо в Кургаде. Это будет примерно, не примерно, а 30 долларов по стоимости. Оплатить вы можете только наличными. Ну и самое интересное, что результат теста вообще еще из всех туристов, которые делали это по месту в Египте, еще никто не видел, куда он приходит, как он приходит. Ну, они резво так берут эти деньги и предлагают, чтобы туристы делали все-таки эти тесты непосредственно у них. Ну и еще один вариант. В принципе, это не совсем вариант. Но, тем не менее, можно сделать фиктивную справку с результатом теста. Ну, которую требует Египет для того, чтобы пустить туриста к себе на отдых. Но, в принципе, опять-таки, во-первых, это фиктивный, во-вторых, сейчас чего-то вот к этим, наверное, фиктивным справкам в Египте стали очень сильно, наверное, придираться. И с 16 декабря они изменили требования к этим справкам и, в принципе, изменили довольно-таки в жесткую сторону. Теперь туристам, тех, кто делал эти фиктивные справки, будет гораздо сложнее попасть по этим справкам. И, собственно говоря, друзья, вам нужно понимать именно эти требования. Потому что они немножко звучат двузначно. И вот ситуация, когда туристов заставили повторно проходить на месте тесты в Шарм-эль-Шейхе, хоть они и сдали в Украине, в реальных лабораториях, они получили реальные анализы. То есть нормальные туристы в лабораториях, которые аккредитированы нашим Министерством охраны здоровья, сдали тест, получили отрицательный тест, а в Египте им сказали, нет, не катит, сдавайте по месту и ничего не сделаешь. Поэтому мы сейчас теперь разберем требования. Где же посмотреть эти требования? Потому что вы там смотрите на сайтах туроператоров или еще тому подобное. Да, туроператоры должны эти требования давать в том виде, как дает египетская власть. Но туроператоры очень часто пользуются как бы информацией от партнеров своих, принимающих сторон. Они, ну, очень часто ведут себя некорректно по отношению туристов. Соответственно информацию тоже они не всегда корректно дают. Поэтому где вы, туристы, можете посмотреть актуальную информацию? Ну, первое, это официальные сайты в Египте. Но там на арабском языке и Google арабский переводит, ну, не всегда удобно, корректно и правильно. Поэтому есть у нас сайт посольства Украины в Египте. На этом сайте есть официальная информация по требованию к ПЦР-тестам. То есть не к ПЦР-тестам, а к справкам, которые нужно вам иметь для того, чтобы вас, туристов, пустили в Египет на отдых. Вот сейчас переходим на сайт. Ссылочка будет обязательно в описании к этому видео. Так что ссылочку вы найдете в описании. И вообще в описании к видео я очень часто даю важную и полезную информацию. Всегда заходите в описании к видео, моим видео. Там вы найдете тоже полезную информацию. Так вот, переходим на сайт. Значит, вы видите, здесь размещены требования к ПЦР-тестам украинских туристов для посещения Египта. Друзья, все правила я не буду вам перечитывать. Вы это и сами сможете сделать на сайте. В этом нет смысла. Но я сконцентрирую ваше внимание на очень такую вот важную информацию, на что вам нужно обращать свое внимание. То есть, откуда же вот египтяне берут вот этот нюанс, что они заставляют туристов делать повторные тесты непосредственно в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Так вот, этот пункт звучит так. Так, сертификат має бути виданий официальною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу. Там має містити печатку лабораторії, подпис лікаря та або QR-код, що містить посилання на результат тесту на официйному веб-сайті лабораторії. Вот, друзья, та або, вот к этому вони придираються, ну не к этим словам, а они, можна сказати, руководствуються та або. Если в справки, грубо говоря, нет QR-кода, который введен на сайт лаборатории с результатом туриста по тесту, именно, то есть там, я так понимаю, должна быть указана данная туриста, фамилия, имя и негатив, указан результат. Вот к этому они придираются. Если нету, вот по QR-коду не переходит на этот результат, к этому они придираются. Потому что некоторые лаборатории украинские, нормальные, которые аккредитированные МОЗ Украины, да, предоставляют код, QR-код, но по QR-коду либо переходит на сайт лаборатории, либо переходит на, вот даже в некоторых лабораториях, переходили на страницу фейсбук этой лаборатории, друзья. Вот тут ушли египтяне нашли себе лазейку. Не украинцы, которые делают фиктивную справку, а египтяне для того, чтобы ободрать наших украинских туристов и нажиться, именно нажиться. Потому что, ребята, ну сделала лаборатория вам то, что вам нужно. Сделала справку на английском языке, взяла все анализы, провела это и сделала. Вот, а египтяне, ага, нет QR-кода. Ну, давайте мы припишем на то, что пускай идут и сдают эти тесты и платят 30 баксов. Вот наш Египет наживется на каждом туристе по 30 долларов. Потому что им, видите ли, не нравятся наши, как бы, реальные справки, то те, которые туристы делают в нормальных лабораториях. Вот чем суть. Не то, что фиктивные, ладно, пускай за фиктивные. Но почему они придираются к нормальным, легальным, официальным результатам анализа? Да потому что это египтяне. Потому что я вот недавно вернулся с Египта, я был очень удивлен, насколько они изменились. И насколько они стали вообще, как бы, ну, очень нехорошо относиться к туристам. В самом плане, для того, чтобы именно обобрать туриста. Не то, чтобы там, как бы, заработать, а именно обобрать, вот, и в реальном смысле этого слова. И, соответственно, вот эти работники, представители аэропорта, которые занимаются проверкой тестов, используют вот это, та обо, именно в свою пользу. Им все равно на туристов, им все равно на эти правила. Вот есть у вас справка с мокрой печатью, да, у вас она легальная, официальная, но им это все равно. И вы им ничего не докажете. Если он захочет, он направит вас на тест. А там уже решайте сами, делайте этот тест или не делайте. Что будет, если не сделай? В принципе, теоретически должна быть депортация. Что будет, если вы скажете, что нет у меня денег? Я не представляю, скорее всего, тоже будет депортация. И что же делать тогда туристам? Вот что же делать, как быть с этими тестами? Какой же тест делать? Ну, во-первых, делать именно в тех лабораториях, в которых есть мокрая печать, где есть подпись врача, где есть QR-код, который ведет на сайт лаборатории с результатом анализа по данному туристу. Ребят, это самый надежный и оптимальный вариант. Если это дорого для вас, то тогда, ребят, можно делать по прилету. Заплатить 30 баксов и делать по прилету. Но, чем чреваты тесты по прилету? Значит, как я уже говорил в видео, что результаты туристы, по крайней мере, мои туристы, еще никто не видел результатов этих тестов, которые проходили в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Да, и среди моих коллег я тоже еще ни от одного из коллег не слышал, чтобы они сказали, что вот туристам как-то показали этот результат там на листочке, там либо пришел смс-кой, никому ничего не приходило. Очень странно, очень странно, друзья, но никому ничего не приходило. Хотя были случаи, что наоборот, гиды разводили туристов с помощью вот таких вот результатов. Как бы тест вроде бы получает, результат теста получает в Египте типа гид, принимающий стороны. Ну и гиды такие вообще, которые полностью, они есть, я знаю, и вы знаете, что есть нормальные гиды, но большинство это ненормальные гиды, и они пытаются как-то нажиться на туристах. Так вот, они, соответственно, использовали схему в том, что вроде бы им поступила информация, что там туриста тест положительный, и соответственно, вот пытались развести туристов на деньги. Эту ситуацию, если вы хотите, то я не знаю, я могу поискать в интернете, найти эту страничку в Фейсбуке. Вроде бы реальная женщина была, и которую пытались развести, не знаю, насколько это правда или неправда, ну каждый знает, что лучше не связываться с гидами, принимающие стороны. И особенно, друзья, обращаю ваше внимание, не пытайтесь с органами власти, то есть там с местными органами власти, контролирующими органами, это может быть полиция, вот, либо там в аэропорту ответственные люди, чиновники, кто там они такие, вот, ну, которые при службе, то есть не пытайтесь с ними спорить, не пытайтесь что-то им доказать. Во-первых, они, ну, им все равно, что вы им пытаетесь рассказать. Во-вторых, значит, они пытаются отморозиться от английского языка, то есть типа они английского не понимают. В-третьих, желательно знать их не местный язык. И в-четвертых, им все равно, им все равно, все равно, что вы им не говорили, им все равно, вот, им просто все равно. Я еще, как бы, таких вот, ну, сколько я где, там, Турции, Эмиратах, ну, допустим, давайте эти страны возьмем. Мы не берем Европу, я за Европу вообще молчу. В Эмиратах это очень комфортно все проходить, в Турции тоже без проблем. Но в Египте, кто ездил в Египет, знает, что такое контроль в аэропорту в Египте. Это просто неадекватность. Просто неадекватность, хоть кто-то и говорит, это безопасность. Ребят, безопасность это в Эмиратах. Тот, кто там будет говорить, писать, они стараются для того, чтобы безопасно было. Они стараются для показухи и я не знаю еще для чего. Вот, в Эмиратах вот там действительно стараются. А в Египте это, это просто неадекватность в аэропорту. Соответственно, ребята, еще раз вам делаю акцент на том, чтобы вы понимали, что информацию официальную мы берем всегда на официальных сайтах. Если вы где-то увидели в интернете что-то написано, с одной стороны, да, вы можете обратить на это внимание и для интереса ознакомиться с этим. Но есть официальная информация, к примеру, на сайте Министерства иностранных дел Украины, есть другие официальные сайты, даже местные, египетские, не только касательно Египта, но вот в данном случае это Египет. Соответственно, можно посмотреть официальную информацию на египетских сайтах, хотя это сложнее. Обращайте внимание именно на официальную часть, а не то, что там написано в интернете, то, что сказал вам сосед. Вот скажите, сосед вас отправляет на отдых, вот сосед предоставляет вам услугу, вот сосед придумал эти требования, правила. Когда вот вы слушаете там кого-то, ребят, я даже не говорю слушать кого-то, еще раз я говорю вам, что обращайте внимание именно на официальную информацию. Ни на соседа, ни на подругу, ни на друга, ни знакомого, что вам там рассказывают. А именно, что вы можете посмотреть либо в документе, то есть официальном документе, либо на официальном сайте. Вот там информация будет реальная. Именно туда нужно смотреть и на это нужно обращать внимание. Поэтому, друзья, вроде бы все рассказал. От вас, что я попрошу? Попрошу в комментариях к этому видео написать, когда вы летели в Египет, в какой аэропорт, летели в Хургаду, либо в Шарм-эль-Шейх, где вы делали тест. То есть, в какой лаборатории вы проходили тест, название этой лаборатории и как у вас было с прохождением контроля и как у вас проверяли эти справки в Египте. Если вам не сложно, напишите эту информацию в комментариях для других туристов, кто только собирается, это будет полезно. Ну и, собственно говоря, мне тоже интересно очень, как у вас это все происходило. Если у вас есть какие-то вопросы, то тоже пишите в комментариях. Я постараюсь вам подсказать на то, что знаю ответы, которых вы нуждаетесь. Ну и спасибо за просмотр. Желаю всем самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий. До новых встреч, друзья. Пока-пока.